Мы собрались, чтобы выразить свое глубокое возмущение по поводу вопиющей несправедливости и жестокости, проявленной по отношению к нашему соотечественнику Нариману Аметову. Произвол, чинимый властями, перешел уже все границы. Начиная с 2014 года, когда российские власти в одночасье всех крымских татар сделали террористами, репрессивная машина набирает обороты. Теперь их методы стали более изощренные, более бесчеловечные. Под жесточайшими пытками ни в чем не повинных людей заставляют оговаривать себя, лжесвидетельствовать, подписывать нужные для органов власти бумаги. Сегодня наши сыновья сидят в застенках российских тюрем, но они сидят по сфабрикованным делам, по абсолютно надуманным делам о терроризме. Хотя они не совершили никакого противозаконного действия. Весь народ подтверждает это. Отзывайся о них только хорошо. И мы, мамы, гордимся своими воспитанными, грамотными и высоконравственными сыновьями. Зато есть другие, которые приезжают на машинах без номерных знаков, в масках, с оружием в руках, врываются в дома мирных граждан в 4-5 часов утра, перевернув все вверх дном, напугав маленьких детей до души раздирающего плача, выкрадают отца семейства, выводят его огородами, чтобы никто не видел, и увозят в неизвестном направлении с мешком на голове. А затем, совершив над ним все мыслимые и немыслимые зверства, в изнеможденном состоянии подбрасывают вдалеке от дома. Так кто же здесь террористы? Как можно называть таких людей? Невозможно было слушать без слез на глазах рассказ Наримана о том, как его с мешком на голове обмотали скотчем, тело, ноги примотали к стулу и жесточайше пытали током, добиваясь, чтобы он подписал нужные им бумаги. И при этом все сопровождали матом и оскорблениями. Это чудовищно, вопиющий беспредел. Продолжение следует... Продолжение следует... После того, как я просмотрела этот ролик, такие тревожные мысли меня не покидали уже несколько дней. Я поняла, что все наши нации, весь наш Крымсо-Татарский народ под такой угрозой. И эту власть, которая сейчас существует, надо опасаться. Ну, да, конечно, нас всех Аллах испытывает. Кого богатством, кого властью. И Наримана тоже Аллах таким образом испытал. Но он, я посмотрела, он так это достойно, все это перенес. Машаллах, такой молодец. Я сказала себе, вот действительно герой, герой нашего народа, герой Крыма. То есть, вот когда-то были во время пророка его дядю Хамзу и его племянника Али Абуд Талиба называли Львом Аллаха. Для меня он был ассоциацией вот такой. Я его посчитала, это лев нашего народа, лев Крыма. Какой он молодец. Он не испугался даже вот этих пыток, то есть очередных, потому что за то, что он это выступил, он, может быть, еще больше поплатится, но он этого не испугался. Он выступил, все-таки рассказал всему миру. Он не побоялся, что у него, да, у него есть дети, есть жена, но он не побоялся. А помните, как в каком-то году Айдарий Смаилов трусливо поджал хвост и говорит, нас крымских татар в Крыму не притесняют, мусульмане не притесняют. Вот он испугался, видите? А этот парень, он не испугался, да, у него тоже семья, есть дети, но он не испугался. Он выступил, это сказал. Я хочу сказать, что вот, ну, парень, да, работает человек, семью содержит, пользуется уважением среди окружающих, не пьет, не дебоширит. И тут приходят в пять утра стучаться, открывай маска с автоматами. Террористы они нашли. Ну, если бы было и на самом деле знали бы, что это террористы, интересно, как бы они ворвались бы? Они, наверное, не ворвались бы, они бы, наверное, отцепили бы, или что-то говорили бы, чтобы сдались, да? Правильно? Конечно. А тут знают, что здесь всего-навсего какие-то маленькие дети и жена. И вот так заходят, еще показывают, как они прям борются терроризмом, повалили, одели на него наручники, мешок на голову, да? Потащили куда-то в подвал и пытали, так пытали, что бедного, что бедный мог, согласен, все грехи, все преступления на свете взять на себя. Вот так они его пытали, этого парня. Это что такое, а? Перестаньте издеваться над нашим народом. Уже все знают, что наши дети, они ни в чем не повинны. Освободите их. Редактор субтитров А.Семкин